Всем привет! Я Валерий Хабблов. Вы на канале Старая Голубятня. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Вот в соседнем дворе спилили орех лет 50-60-ми. И теперь имеем вот такую кучу материала. Ну, вчера целый день перетаскивали все под мастерскую. Ну, а теперь надо решить, что с ним делать. Дерево было с листьями, сырое. И возможно, растрескивание. Надо подобрать размер изделий так, чтобы минимализировать отходы. Но деваться некуда. Всю эту кучу надо переработать. И с чего-то надо начинать. Поэтому попробуем наш стандартный размер. Сантиметров 20-22. Я думаю, что это будут чаши с корой. Поскольку темная и интересная декоративная часть, она имеет небольшую площадь. И чтобы добавить декора к изделиям, будем стараться сохранить кору. Кора держится хорошо сейчас. Но по-любому надо делать пробную партию. Высушить и посмотреть, как поведет себя дерево. Возможно появление больших трещин. И возможно отслоение коры. Что, конечно, значительно снижает декоративность. Поэтому не будем сразу весь материал перерабатывать. Сделаем из десяток изделий. И посмотрим на результат. Будем приступать. Продолжение следует... В результате распиловки чербака получили шесть вот таких заготовочек. Сейчас будем крепить на планшайбу. Не делаем никакой разметки на глаз. Два шурупа располагаем по оси дерева. Шурупы надо по длине 45-50 миллиметров, поскольку кора толстая и дерево тоже не очень прочное. Поэтому длинный шурупчик будет в самый раз. Проверяем горизонтальность этой плоскости нормально. Если планшайба становится под углом, то отпуская или закручивая шурупы боковые, можно регулировать наклон. Когда много работы, просто нет времени выбирать гнездо под планшайбу. Для заготовок такой массы крепление это вполне надежное и достаточное. Вот затолка установлена на станок. Обязательно надо подпереть задней бабкой для прочности. Дерево у нас сырое. Сок вылетает во время вращения. Поэтому левую руку лучше надеть в перчатку непромахаемую. Поскольку при длительной работе кожа темнеет и становится трудно отмываемой. Работаем чашечным резцом и кромку ставим параллельно волокнам древесины. В этом случае используется почти вся длина режущей кромки и стружка довольно широкая идет. Ускоряет работу. Приступаем. Продолжение следует... Продолжение следует... ну вот заготовка снаружи обточена и выбрано гнездо подкрепления патрона теперь переставляем на патрон ну вот заготовку перевернули кора непрочная поэтому упирать заднюю бабку в кору ненадежно нужно добраться до древесины поэтому осторожно вытачиваем углубление под конус ну вот теперь можно поставить задний упор крепление становится более надежным и позволяет работать более уверенно работаем заостренным резцом принципе он работает и левой и правой кромкой здесь чистота поверхности не нужна поэтому нужно эффективно снимать стружку теперь можно и чашечным резцом после того как прошли резцом скрепером выглаживаем поверхность для того чтобы устранить борозды и снизить испарение влаги быстрое испарение влаги в нашем случае нежелательно ну вот заготовка под сушку проточена что можно сказать о дереве дерево очень влажное при вращении вылетает сок это говорит о том что при сушке надо быть осторожным первые пять дней будем по одному разу в день прогревать по две минуты ну в дальнейшем будем смотреть ну появление трещин неизбежно и когда появляется сеть мелких трещин то в общем то это не так страшно как тот случай когда образуется одна трещина мелкие трещины уже опыт показывают после высыхания имеют возможность сомкнуться их практически не видно а вот одна трещина она приводит к разрушению заготовки то есть будем выбирать если сушка покажет что образуется одна трещина то придется переходить на более мелкий размер заготовок какие-то мелкие солоночки боксики ну дереву дать пропасть такому мы не дадим короче недели три сушки и там будем делать выводы как дальше поступать вот на этом все до новых встреч на канале старая голубая а то есть Субтитры сделал DimaTorzok